Всем известно, что спорт закаляет характер, формирует волю к победе, делает человека сильнее. Кроме этого, способствует укреплению здоровья. Для того, чтобы славянская молодежь вела здоровый образ жизни и приобщалась к спорту, для школьников проводятся различные спортивные соревнования, где они могут не только активно и с пользой провести время, но и заинтересоваться новым видом спорта, чтобы в дальнейшем им заниматься. Одно из таких спортивных соревнований для славянских школьников было проведено на базе детской спортивной школы «Белая ладья». где размещается секция туризма. Ребята стали участниками ежегодных туристических состязаний спорта. Программа соревновательного дня была очень насыщенной. Сначала школьники сдавали нормы ГТО. Им предстояло показать свои умения в стрельбе, прыжках в длину, поднимании туловища, отжимании. И только пройдя эти, надо сказать, непростые испытания, их допускали на туристическую полосу, которая тоже была не из лёгких. За максимально короткое время и без штрафных очков им необходимо было выполнить все задания. Многие школьники в таких туристических состязаниях участвовали впервые. Для них это оказалось хорошим опытом знакомства с новым видом спорта. Те же, кто уже бывал на таких соревнованиях, прекрасно и с пользой провели время. Мы приехали из посёлка Забойского, наша школа 20-я. Я привезла сюда ребят на соревнования. Они уже прошли нормы ГТО, сдали, все сдали хорошо. Сейчас у них полоса препятствий. Двое уже пробежали, двое ещё готовятся. Ребята и девчонки очень ждут таких соревнований, им очень нравится, они с удовольствием ездят. В соревнованиях приняло участие более 50 ребят. По итогам были определены победители как в командном, так и в личных зачётах. Им были вручены почётные грамоты, медали и памятные призы. Но главное, что увезли школьники соревнований, это заряд бодрости и прекрасного настроения. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».